Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня 18 апреля 2022 года. Мы находимся у нас в садовом центре в Никитском. Сезон уже начался, мы уже открылись, работаем. Видео об этом уже было. Также сегодня мы хотим рассказать вам о том, как происходит сам процесс сбора заказов в интернет-магазине. Покажем, как мы собираем заказы, упаковываем и отправляем. Напоминаю, что отправляем мы через транспортную компанию СДЭК. Сегодня вы это увидите. В каком виде отправляются коробки, если кто-то еще не покупал у нас в интернет-магазине, но хочет приобрести. Уходят. По опыту за три года и в Иркутск заказ сделали, и даже в Саяны. Доходили розы хорошо. За все время только один раз была накладка, потерялась. Коробка. Причем ехала она в Тверь, вроде недалеко. Мы искали ее три недели. Тем не менее, розы все равно не погибли. Мы их потом выходили. В общем-то, все было благополучно. Многие уже знают, что кроме нас, нашего сайта Гранди Флора, есть еще один сайт Гранди Флора. Они, хозяева этого сайта, тоже сейчас занимаются розами. Лет 8 назад они брали у нас, продавали. Ну, остались под нашим названием. Мы их несколько раз просили, чтобы они изменили как-то свое название или как-то свой бренд поменяли. Ну, так они и не слушают. В общем, как работают, так и работали. Но самое печальное то, что в последнее время звонят люди и начинают предъявлять претензии. Мы начинаем искать заказы, кучу времени тратим на то, чтобы разыскать то, чего не существует у нас. В конечном итоге все недовольны, все раздражены. И потом, когда уже начинаем прияснять, что к чему, оказывается, что это не у нас сделали, а у них. И мы говорим, ну как, вы хоть спросили бы, как чего. А люди говорят, что спрашивали, садовый ли это центр в Никитском. И им отвечали, да, мы садовый центр в Никитском. В общем, они уже стали представляться тем, что они садовый центр в Никитском. Поэтому будьте немножко повнимательнее. Наш сайт на английском языке пишется grandiflora.ru. И также у нас есть YouTube-канал. У них YouTube-канала нету. И сайт у них на русском языке grandiflora.rf. Если там смотрите, уже там уже смотрите телефоны, чтобы звонить, выяснять и претензии предъявлять. Ну, в общем, будьте повнимательнее. Здесь у нас, в нашей торговой галерее, выставлены розы уже в вегетационном своем состоянии, блиственные и на бутоне. Часть роз мы к этому времени года уже выращиваем до такого состояния, потому что есть желающие приобретать именно вот уже на бутоне розы. В общем-то, как-то вот половину на половину. Половину покупают роз облиственных, а половина еще только-только которые проклюнулись. В общем-то, в трех состояниях у нас розы. Немножко подрощенные, такие вот уже на бутоне облиственные И которые только-только проклюнулись Которые находятся у нас в холодной теплице В холодном блоке Ну, любой вкус, в общем-то Потому что некоторые категорически покупают то, что только-только проклюнулось Ну, наверное, зависит от того, у кого где и какие возможности есть хранения их до высадки Потому что еще, наверное, недели две Особенно вот эти вот с листьями высаживать никто не будет Пока не установятся ночные теплые температуры Погода не установится Ну, вот в таком виде сейчас, на сегодняшний день У нас розы в садовом центре Хотелось бы еще несколько слов сказать по интернет-магазину Наверное, все-таки уже в прошлом году закрывали мы самовывоз Потом люди опять просили-просили В общем-то мы вообще хотели интернет-магазин закрывать Потому что очень много сил занимает И путаницы много В общем, за все не схватишься сразу Ну, наверное, все-таки в этом году придется Закрыть, ну, не сам интернет-магазин, а самовывоз Заказы на самовывоз Приезжайте на место Походите, посмотрите и сами приобретайте розы Потому что тратится очень много сил и времени на сбор И отвлекаются и продавцы, и все В конечном итоге люди приезжают, видят что-то другое Половину отставляют, не хотят брать, берут другое Также при сборе в интернет-магазин Иногда, ну, хорошие сорта, особенно английский там или другие дорогие Попадаются в четырехлитровых мешках Тех, которые в семилитровых горшках отправляем Из-за этого всегда пишем и на сайте, и по ютубу Здесь на канале всегда говорим, что цены в интернет-магазине И в садовом центре могут отличаться Но, тем не менее, попадается, если так Некоторые ничего спокойно относятся, а некоторые прям скандал устраивают Как будто их специально хотели обмануть Ну, в общем, никто не читает и даже не слушает, что говорят Но из-за этого все-таки самовывоз, наверное, с мая мы закроем То, что уже приняли заказы до мая, те выполним Но самовывоза больше заказать нельзя будет И сейчас вы видите, в каком состоянии розы отправляются в интернет-магазин Могут быть вот такие, это четырехлитровые горшки Такие могут быть наполовину или обрезанные, или выросшие Вот так вот, не очень Есть уже на бутоне, которые Можем бутон обрезать, если в коробку не влазить сильно Если нет, то мы не обрезаем Можно сажать прямо и высаживать на бутоне Пусть цветут, когда цветут, тогда уже можете срезать Это трехлетние саженцы по 1200 в 7-литровых горшках Ну, соответственно, это уже третий год они растут Мы их постепенно переваливаем в большие-большие горшки За счет чего они и приживаются лучше и растут Ну, здесь также вы видите Коротенький, только-только пошел саженец в рост И уже на бутоне Также могут быть и саженцы, которые только-только проклюнулись несколько палочек Вот особенно на двухлетних саженцах Иногда, говорят, вот очень тонкие побеги Но это зимняя прививка, она так растет на второй год Но зато потом она развивается, догоняет еще и перегоняет трехлетние Ну, кто брал, уже знают Вот сейчас вы видите, те, которые только-только начали проклевываться и идти в рост Только началось сокодвижение Здесь как в 4-литровых, так и в 7-литровых горшках Понятно, наверное, что в таком виде они будут еще недели-две Ну, даже не две, что-то, ну, в данное время еще такие саженцы отправляются Но через 2-3 недели уже практически все будут облиственные И большинство уже будет на бутоне Ну и сейчас вы видите упаковку Уже три года мы приспособились таким образом упаковывать и отправлять Ставим каждый саженец в свой пакет Перед этим проливаем Чтобы они гарантированно доехали Ну, не заливаем, но так немножко проливаем И завязываем пакет полностью практически Чтобы если вдруг коробка там перевернется Или еще что-то при транспортировке Чтобы земля не высыпалась Ну, в общем, доходят всегда они хорошо в таком состоянии Ну, как видите, это один заказ Здесь и с бутонами розы Ну, также только-только, которые пошли в рост Сейчас Александр все это упакует И начнет складывать в коробки Далее вы это все опять же увидите Коробки подбираются под розы Под их количество Ну, и также под высоту саженцев Могут быть маленькие коробки, невысокие Могут повыше быть Вот так вот коробку в коробку складывает Затем их соединяет вместе Ну, в наше тяжелое время У нас есть и коробки, которые мы заказываем Но также используем те, которые Или товар у нас приходит, или еще что-то В общем, в нынешнее время разбрасываться Бумажной продукцией Это, конечно, кощунство Поэтому вход идет в все коробки Которые есть у нас в садовом центре Ну, также, которые мы и заказываем еще Ну, таким образом сложил он две коробки Чтобы были повыше Затем он их вместе соединит И будет запаковывать Также сейчас в каждый саженец Будет вставлена бамбуковая палочка По росту коробки по высоте Делается это для того, опять же Что если, не дай бог В транспортной компании при перевозке Вдруг перевернется коробка Хотя, конечно, у нас везде вверх-вниз указан Указано, что это хрупкий товар Таким образом, видите, да То эти палочки позволят Самим горшкам не переворачиваться Что не поломает розу И она, опять же, не высыпется За счет того, что они плотно закрыты Горшки пакетами Таким образом, видите Обрезает, как бамбуковые палочки Но также Некоторые розы Можно пригнуть Особенно, если они недалеко едут В пределах 500 километров Либо же Можно побеги обрезать Это ничего страшного Стимулирует только Рост Образование новых побегов Вот таким образом Он эти мягкие макушечки складывает Ничего страшного Если Придут они к вам С помятыми макушками Или подломаются немножко Просто смело Подрезайте их В общем-то, это даже Будет каким-то плюсом Куст в дальнейшем будет пышнее Те, кто розы выращивает Да и вообще многие растения Так Что их надо подрезать Для того, чтобы они росли Пышными Ну и вот сейчас Скотчем Будет очень так хорошо Все это скреплять Закрывать Заматывать Делать накладные И отправлять И отправлять Через сдек Специальная лента Что хрупкая Под ручки Дырки Если их нету То еще самостоятельно Делаем Отверстие Чтобы розы дышали Ну и вот так вот хорошо Все запаковывается Ну это все О чем мы сегодня Хотели вам рассказать Подписывайтесь на наш канал Потому что Половина 56% Смотрят нас Без подписки Будем рады Если подпишетесь А сегодня у нас на этом все До свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok